Вечер добрый! Наши подставили всю Россию! Из-за некачественного алтайского меда может пострадать весь медовый экспорт целой страны. Но хуже всего, что этот некачественный мед, который не пускают за границу, в котором полно антибиотиков, едим мы с вами и наши дети, ничего не зная о его качестве. Да слушайте, неужели весь знаменитый алтайский мед именно таков? Да и куда, собственно, смотрят власти региона? Обсудим. Китай может запретить ввоз меда из России в целом. Причиной этому послужило выявление запрещенных веществ в меде одного из предприятий Алтайского края. В нем были выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае. Метронидозола, фурозалидона, хлорамфиникола, фуроцелина. Об этом заявляет Россельхознадзор. Это сообщение прошло по федеральным СМИ, опять прославились, как же иначе. Но вот, что важно, в сообщении же подчеркивалось региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде. Ветеринарные службы Алтайского края не проводятся. И это не позволяет в полной мере осуществлять контроль за российскими предприятиями-экспортерами. Сказано довольно мягко. Представители нашей медовой отрасли тем временем все жалуются на подделки. Все воюют друг с другом. Говорят о том, что якобы настоящий хороший мед сильно страдает. Особенно страдают, конечно, финансовые они и его производители. Ну-ну, я вот считаю, что для нас с вами, потребителей, важнее не проблема подделок, а проблема качества вроде бы как настоящего алтайского меда. Смотрите, если мед, который пытаются продать за рубеж, оказывается напичкан черт знает чем. Какой же едим мы с вами? С еще большим количеством всякого рода добавок, антибиотиков. А ведь мед употребляется в лечебных целях, его дают детям. Ну, на антибиотике у тех же детей может аллергия приключиться. Сами травим, причем за немалые деньги. И еще обижаемся, что китайцы это не пускают к себе. Да, слушайте, правильно делают, что не пускают. ГОСТы России и Таможенного союза не соответствуют мировым стандартам. Поэтому массовые поставки за рубеж, особенно в Европу, а теперь, похоже, и в Китай, невозможны. Только работая выше ГОСТа или введя региональные стандарты качества, можно рассчитывать на успех. Я думаю, нужна единая, независимая, обязательная для всех система проверки качества. Ну, там такая лаборатория большая, чтобы работала на весь регион вне корпоративных интересов. Система постоянного мониторинга качества нужна, даже легального продукта. Вот наладить такое, однозначно, задача власти региона. Да кто вообще должен защищать свое население, нас с вами, в том числе от рьяных медовых коммерсантов, деручихся, еще раз повторю, и норовящих впарить нам, что попроще, да похуже. А власти тем временем любят, да, похвалиться алтайским медом. Но в связи с таким его качеством можно и до конфуза дойти. Ну, например, у китайцев претензии к предприятию «Медовик Алтая». И вот его в прошлом году посещал лично губернатор, журналистов увозили, образцовое предприятие практически, пафос, все дела, пример для подражания. Какое, мол, может быть сомнение в качестве? Ага. Представитель «Медовика» заявил прошлым летом, цитирую, «Недавно была куплена аналитическая лаборатория американского производства, которое позволит на месте делать пыльцевой анализ и экспресс-анализ меда на такие антибиотики». Конец цитаты. Как видим, анализы на собственном предприятии некачественный мед предпочли не заметить. А реплика сегодня звучит так. Алтайский мед, несомненно, достояние региона, таких достояний у нас немного. А вот вещи, такие как сообщение о китайском запрете, это огромный учерб краю, в том числе и его руководству. Слушайте, надо что-то делать и срочно, а то страшно мед покупать. Хоть где, хоть легальный, хоть нелегальный. И, кстати, медовый сезон уже начался. Счастливо.